Здравствуй, мой дорогой друг! Давай с тобой немножко поиграем. Посмотри, к нам прилетела птичка. Какая красивая птичка-невеличка. У неё такое гнёздышко. А что там внутри, давай потихонечку посмотрим. У нашей птички-невелички гнёздышки разноцветные яйца. Мы очень аккуратно посмотрим каждое из них. Это яйцо какого цвета? Правильно, это красное яйцо. А это какого цвета? Совершенно верно. Это жёлтое яйцо. А это зелёное яйцо. Здорово! А рядом с зелёным яйцом какое яйцо? Какого цвета? Правильно, сиёное яйцо. Розовое, фиолетовое. Посмотри внимательно. Яйцо какого цвета мы с тобой не назвали. Совершенно верно. Мне не назвали ещё? Оранжевое яйцо. Посмотри, оно такого же цвета, как хохолок у нашей птички-невелички. Ой, как здорово! Ой, я кое-что слышу. Дракон пролетал, нашу птичку напугал. Птичка летала, пёрышки разбросала. Красное, оранжевое, Жёлтое, зелёное, Синее, розовое И спрятала Свои яйца. Ты не бойся, птичка. Мы тебя не обидим. Мы дракона прогоним. Ребята, давайте громко-громко потопаем. Похлопаем. А теперь и потопаем. И похлопаем, и прогоним дракона. Ура! Теперь птичка-невеличка не боится. Мы с тобой поиграем. Мы тебя не обидим. Птичка разрешила нам открыть яйца. Что мы сделаем, ребята? Давайте поможем. Какого цвета это пёрышко? Розовое пёрышко. Ну-ка, давайте вместе. Один, два, три. Дуйте скорее. Ух ты! Теперь какое пёрышко возьмём? Синее. Давайте вместе. Один, два, три. Нет, слабо выдули, ребята. Давайте посильнее. Один, два, три. Ух ты! А теперь я возьму ни красное, ни зелёное, ни жёлтое. Какое же пёрышко разрешила взять птичка? Ну-ка, не слышу ваши ответы. Ни красное, ни зелёное, ни жёлтое. Оранжевое пиро. Так, готовы? Один, два, три. Ух ты! Как же здорово у вас получается. А теперь на одну ладошку я положу зелёное, а на другую жёлтое. Посмотрим, какое пёрышко улетит первым. Готовы? Кто какое пёрышко хочет сдуть? Ну, давайте посмотрим. На счёт три. Один, два, три. Ух ты! Оба пёрышко сразу улетели. И осталось у нас пёрышко красное. Красное? Прекрасное! Лети! Вот! И снова мы видим наши красивые яйца. Птичка очень нам благодарна и хочет дальше с нами играть. А вы хотите, ребята? Конечно! Конечно! Это интересно! Так! Птичка предлагает нам такую игру. Братовы? Готовы? Какое яйцо мы поставили? Красное? Оранжевое? Зелёное? Жёлтое? Розовое? Красное? Оранжевое? Зелёное? Жёлтое? И розовое? Ну-ка, глазки закрывай! Закрывай, закрывай, только честно! Птичка сейчас в гнездо унесёт одно из яиц. Твоя задача внимательно посмотреть и понять, какого яйца не станет. Готов? Закрывай глазки. Только честно! Открывай скорее! Так! Какое же яйцо исчезло? Красное на месте, оранжевое на месте, жёлтое на месте, розовое на месте. Какого же яйца не стало? А птичка принесла ещё ложечки, чтобы понять, какого яйца не стало. Давай посмотрим. Жёлтое ложечко, жёлтое яйцо на месте, оранжевое ложечко, оранжевое яйцо тоже на месте, красная ложечка, тоже всё в порядке, розовая ложечка, есть. Ребята, ложка есть, а яйца нет. Какое яйцо птичка унесла в гнездо? Правильно, зелёное яйцо. Ребята, а кто помнит, где оно стояло? Может быть, после красного? хлопай, если правильно, топай, если ты не согласен. Ой, я слышу много-много. Топа-то не здесь стояло яйцо. Так, где же у нас стояло зелёное яйцо? может быть между оранжевым и жёлтым? Ребята, как вы думаете, сюда мы поставим зелёное яйцо? Ну-ка, дайте свой ответ. Ребята, слышите? Птичка поёт и грань нас зовёт. Она принесла нам разноцветные ложечки. А у вас есть ложки? Здорово! Возьмите две ложечки. А ещё я слышу прекрасную музыку. и птичка принесла нам копель, весеннюю копель. И давайте мы вместе поиграем. Постучим. Готовы? и... 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 «Ай, как здорово! Спасибо тебе, птичка, за такую чудесную игру!» «Ой, ребята, слышу я, что снова дракоша к нам собирается!» И дракоша сказал мне по секрету, что ему очень одиноко в лесу. И он совсем не хотел пугать нашу птичку-невеличку, а он хотел с ней подружиться и хотел предложить ей поиграть. «Ну что, здравствуй, дракоша! Поверим ему, ребята? Я думаю, что он действительно добрый и хороший! Какую же игру ты хотел нам предложить, дракоша?» Ребята, дракоша говорит, что принёс из своего леса вот такие замечательные палочки и веточки. И рассказал мне об одной интересной-интересной игре. Давайте попробуем. Ну-ка, птичка-невеличка, посиди пока здесь и посмотри, как мы будем играть с дракошей. Ну что, ребята, готовы? Дракоша говорит, что у него есть два крыла – правая и левая. А у вас, ребята, две руки. Ну-ка, поднимите правую ручку. Ну-ка, поднимите левую. А ещё вы можете показать ладошку или кулачок. И сейчас мы поиграем в такую игру «Ладошка-кулачок». Смотрите, если дракоша положит вам палочку, вы кладёте ладошку. Если дракоша положит вам в веточку, вы кладёте кулачок. Всё понятно? Давайте попробуем. Готовы? Ладошка. Кулачок. Ладошка. Кулачок. Кулачок. Ладошка. Ну что, пройдём дорожку одной рукой. Левая ручка спит, а правая ручка работает. Поехали. Ладошка. Кулачок. Ладошка. Кулачок. Кулачок. Ладошка. Замечательно. Теперь правая ручка спит, а левая работает. Ладошка. Кулачок. Ладошка. Кулачок. Кулачок. Ладошка. А теперь поиграем так. Одна рука показывает ладошку, а другая кулачок. Давайте вместе. Ладошка, кулачок, ладошка, кулачок, кулачок, ладошка. А теперь наоборот. Ладошка, кулачок. Поехали. Ладошка, кулачок, ладошка, кулачок, кулачок, ладошка. Ай, какая чудесная игра, Дракошек! Ребята, вам понравилась? Давайте скажем спасибо, Дракончику. Чудесная игра, мы обязательно еще в нее поиграем. Ну что, ребята, наша птичка-невеличка говорит, что пора ей улетать, корм для птенчиков искать. Ну и мы с вами, ребята, прощаемся, до новых встреч. Я надеюсь, что вам очень понравились игры и вы захотите встретиться еще. До новых встреч. До свидания, мой друг.